Всем большой-большой привет! Сегодня мы хотим заниматься газоном. Хоть и погоды нет, немножко так пасмурно и даже кажется, что вот-вот пойдет дождик, но мы хотим хотя бы начать, потому что уже тянуть некуда. В этом году мы будем первый раз заниматься своим газоном, будем его косить, ну и потом покажем, что еще делать, чтобы он все лето оставался зеленым, пышным и красивым. Газоном у нас занимается Владик, поэтому больше сегодня в кадре будет он. Ну, я, конечно, тоже буду помогать, потому что нужна быть моя помощь. Немного сыровата, но тянуть нельзя, и скоро дождь, надо это делать как можно быстрее. Хотя мне хочется пополоть, у меня зарос чеснок, заросли немного грядки, надо заниматься. Но будем делать, сейчас будем делать и газоном заниматься, и будем вам все показывать. Владик уже начал косить, а я вам хотела показать, какая красота это тюльпаны. Они просто желтые с каемочкой, без каемочки, бархатистые. Ну, это такая красота, обалденная. Но просто вот красота весна определяется по тюльпанам. Так уже выглядит мой лук, дальше идет чеснок, и то, что он снизу немного желтит, и это ничего страшного. Сажаю 14 лет, всегда есть некоторые нижние листики желтеть, их можно потом просто оторвать. Не переживаем, все нормально. Владик сначала обкашивает вокруг всех деревьев, вокруг заборчиков, всю траву, чтобы потом было удобно косить. Я, конечно, больше им уменьшаюсь и снимаю красоту. Так хорошо же цветут цветы на даче, ну просто космос. Вот он обкашивает вдоль этих всех бордюрчиков. Кстати, там у нас Виктория. Я хотела с вами в ближайшее видео поделиться. Я буду ее подкармливать дрожжами, потому что она выпустила много уже в светоцвете с ягодами, и чтобы теперь ягоды наросли крупные, нужно обязательно ее подкормить в это время. Я постараюсь снять завтра вам это видео. В этом году урожая смородины и крыжовника будет очень много. Если приглядеть, то все усыпано. Прям даже этот маленький крыжовник и тот весь в ягодах. Ну а про смородину вообще говорить нечем. Дальше что мы делаем? Это мы скашиваем. Владик ставит на среднее положение высоты и косит. Сейчас будет такая красота. Такое ощущение, как будто пол помыли. Сейчас так вот все заросше. Обожаю вот этот момент, сразу когда скошно, так все четко, ровненько. Сейчас косит Владик и дачу будет мило узнать. Хочу также сказать, что траву мы никогда не выбрасываем. Даже сейчас, когда ее не стоит ложить в грядке, она не успеет перегнить, мы ее всегда складываем в компост. И уже на следующий год это будет очень хороший перегной. Вот то, что сейчас такая трава большая, Владик говорит, уже неудобно косить. А я, конечно, радуюсь, потому что мы ее складываем в компостные бочки. Вот Владик как раз пошел высыпать. Трава высокая, быстро набралось. И за теплицей стоят у нас компостные бочки. И он идет и туда высыпает. Владик у нас все дома. Владик позвонил, у нас там звонок. Идем. И вот так вот мы их высыпаем и тем самым наполняем. Они очень быстро перегниют. Вот. Кажется, что полно. Хорошая вещь это трава зеленая. Смотрите, какая красота получается, когда скосили. Но сразу же другой вид. Сразу же все подчернуто. И чтобы вот оставалось все лето вот такой красивый пушистый газон, им нужно заниматься. Владик дальше достает вот такую машину. Вот такую машину? Вот такую машину. Власть за меня поправляет. И будет дергать мох. Кажется, что сразу моха немного, но потом набирается обязательно много мешков. Делаем это раз. В год. Только весной. Да, только весной мы один. Да. Обычно то, что мы надергиваем, мы всегда убираем на дно коробов. Осенью. Да, или осенью, или весной. Вот как мы в том году делали короба. Мы на дно коробов заложили мох. А в этом году придется, наверное, вывозить коробов. Новых нет и не предвидится. Владик сказал, хватит. Вот так у нас получилось после работы. этой машины. Вырывается не только мох, но и старая трава. Смотрите, какие кучи. Как было красиво до этого и как стало сейчас. И так мы делаем каждый год. Теперь нам надо эту всю поляну сгрести. Освободить ее от старой травы, от мха. И убрать. Прям хорошо сгрести. Этим сейчас мы и займемся. Также, пока Владик дергал мох, я покажу вам сразу. Сразу я убираю от бордюра всю лишнюю траву. У меня есть вот такой инструмент. Лопата, не лопата. Специальный вот такой бортик, чтобы равномерно отрезать. И я вот так вот иду и всю лишнюю траву убираю. Тем самым все лито. Потом у меня эта трава не ложится на бортик, на борта моей грядки. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие кучки у нас получились. Их довольно все равно много. Тут, наверное, мешка три будет. А раньше, когда мы только купили дачу, у нас было 12 мешков мы первый год делали. Но благодаря этой процедуре всей летом травка мягенькая, пышная, такая, как будто вот молодая, только посеянная. Осталось три вещи, которых нужно еще сделать. Первое – это собрать все кучки в мешки. Итак, газон скосили, мох выдергали, траву собрали. Теперь нужно подкормить. Подкармливаем вот таким вот средством один раз в год. Купили в Баумаркте. И благодаря этому у нас трава всегда зелененькая, пышная и сочная. Сейчас Владик будет подкармливать, а я его обязательно сниму для вас. Хочу вам рассказать, как Владик подкармливает. Смотрите, он берет в горсть и не сильно много рассыпает. Сильно много рассыпать нельзя, газон может пожелтеть. И еще самая главная такая важность – нельзя поливать. Вот мы сейчас рассыпаем подкормку и три дня не будем поливать. Даже если пойдет небольшой дождь, ничего страшного, но поливать нельзя. Газон может сгореть. Не должно сгореть. Пожелтеть он может. Вот это открыли, и оно должно полежать. Реально, его нельзя поливать. Хочу сказать, что траву мы тоже уже купили, сейчас покажу, какую именно. Но траву мы сеем не сейчас. Траву мы будем сеять дня через три, через четыре. Сейчас эта подкормка должна немножко полежать, как бы, наверное, разойтись. И после трех дней Владик только начинает сеять газон. Газон тоже сеет не сильно много, не сильно часто, так как газон у нас довольно неплохой. Эту процедуру мы делаем из года в год. Мы немножко прям обновляем, подсвежаем, можно сказать. Мы всегда пачку покупаем, ее хватает всегда на несколько лет. Так что вот таким образом мы ухаживаем за газоном. И благодаря этому газон у нас остается зеленым все лето. Вот еще немножко проходит. Я хочу сказать, вот этой пачке, которая у него в руках, там пять килограмм. Мы этим пять килограмм будем, ее хватит на весь наш участок. И здесь, и на другой стороне, и во внутреннем дворе. Хочу сказать, сеем вот такой вот травой. Сеем из года в год всегда одно и то же. Это самые дешевые семена травы. Хватает намного. Сеем не часто. А так, подсеиваем слегка, чтобы свеженькая пошла, чтобы поддерживать эту мягкость и сочность травы. Вот таким вот нехитрым способом мы ухаживаем за своим газоном. И он у нас остается зеленый, сочный и красивый круглый год, можно сказать. Надеюсь, что наше видео было вам очень полезно. А если это так, обязательно поставьте нам лайк. А если у вас есть тоже свои хитрости, как вы ухаживаете за участком, то обязательно пишите мне. Я всегда читаю ваши комментарии. Жду вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok